День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит. Боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки? И добрый день, уважаемые слушатели. Я позволю себе просто представить, объяснить, что сейчас у нас происходит такая конференция в эфире. И поскольку Елена Привалова сейчас находится в России, она ведет прямой эфир из России. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Как слышно? Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Надеюсь, что меня слышно хорошо. Я просто вот как бы вводную даю, объясняю, чтобы не бронились за качество звука, потому что интернет может всякие преподнести сюрпризы, но мы надеемся, что связь будет. Связь будет, я буду как бы подстраховывать, но целиком передаю вот сейчас уже все бразды правления ведущей программы «Культурная среда» Елене Приваловой. Здравствуйте, еще раз, дорогие друзья. Очень необычно вести передачу не из студии «Радио Болтком», ставшей для меня родной уже, а из моего родного города, из Оренбурга. Я сюда приехала несколько дней назад, и впереди у меня три сольных концерта в католической церкви на небольшом органе «Вискаунт». А говорить мы сегодня будем не об органной музыке, а об империи танца, современный танец в России, и не только в России, потому что благодаря деятельности, даже известной всем рижайным Евгении Шерменевой, у нас есть, привозят «Золотая маска», не только драматические спектакли, но, мне кажется, еще что-то и с музыкой, но с танцем. Сейчас мы об этом все поподробнее узнаем с нашей приглашенной гостьей, экспертом и членом жюри «Золотой маски» Лейлой Кучмазовой. Лейла также журналист и редактор газеты «Российская газета». Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте, добрый день. Не редактор, а возреватель, и то не сидящий в штате. Я считаю себя независимым возревателем. Свободный-свободный художник. Много-много интересного. Да, с Лейлой мы познакомились еще, когда она работала в журнале «Ваш досуг». Есть такой замечательный журнал. И как раз по фестивалю «Органные вечера» в Кусково. И недавно как раз Лейла предложила, а не хочет ли радио «Болтком» поговорить о современном танце. И, конечно же, мы очень хотим познакомить наших замечательных слушателей радиостанции с современной хореографией, с новыми именами, потому что в течение двух лет, которые мы проводим передачу, мы говорим исключительно о музыке. И сегодня вот разбавим немного еще и смежным искусством, разбавим танцем. Расскажите, я прочитала, что была как раз интересная премьера в Большом театре. Я правильно понимаю, мы пойдем по каким-то значимым мероприятиям по танцам? Как вам интереснее, да? Ужас, конечно, в том, что при рассказе по радио о классической музыке вы можете предоставить слушателям прогмен. В случае с танцем, это, увы, исключено. Поэтому, как вы предпочтете? Конечно, давайте. Мы настолько беседуем. Беседа уже осталось 30 минут, потому что первая передача по Зуму, она внесла свои коррективы в наше время. Расскажите о современном танце в России, как он развивается. Ну, вся эта история существует с конца 80-х и существует в таком виде, как это, в полулегальном, изредка официально принятом. В любом случае, это какие-то почетные задворки балета, к сожалению. А несмысленные обстоятельства, не виниться все еще. Но эта ситуация прямо на глазах меняется. И хочется верить, что она все-таки переменится необратимо. Потому что очень многие процессы в России идут правильно, а потом вдруг становятся обратимыми. Хочется, чтобы здесь не было. Судя по публикациям, которым мне удалось ознакомиться, что ситуация даже развивается. Если раньше центрами современной хореографии были Санкт-Петербург и Москва, то сейчас замечательный фестиваль прошел в Воронеже. И я знаю, что и проводятся фестивали в Перми, и в Екатеринбурге. То есть все-таки современная хореография развивается не только в центрах страны, но также и в небольших городах. Знаете, тут, мне кажется, ситуация ровно наоборот. Она такая даже несколько парадоксальная для страны России. Если официозное искусство и официально признанное искусство, оно как раз развивается в двух столицах, как развивалось всегда, то как раз центрами современного танца были не столичные регионы. В этом удивительность и уникальность. Как раз города Екатеринбург и Пермь, они были передовиками в процессе. Очень сильные позиции современного танца были и есть в Петербурге. И Москва, которая... Что-то у нас проделки сняли. С одной стороны, вроде бы, должна... Да-да-да-да, исторически она примыкала к московскому концептуализму. И люди, которые занимались танцем, они всё-таки были при искусстве, при музее, при чём-то. Так, у нас проблемы с интернет-соединением нет? Всё хорошо? Да, у вас вот сейчас уже было хорошо, но до этого прям была такая значительная пауза. Завис. Надеюсь, что в дальнейшем беседа не будет мешать наш интернет. Назовите... То есть, в принципе, как появилось это течение современной хореографии? Откуда оно взялось? Знаете, это вопрос такой текучий. Лучшая иллюстрация — это предложение образовательного института прийти и почитать ему историю современного танца. Звучало оно так. «Пожалуйста, расскажите нашим студентам о современном танце от Эссидора Дункана или от «Русских сезонов» или от «Джадсон Кёрч». Смотри, откуда этот танец у тебя начинается. Вот эта вот история. Смотри, откуда она у меня начинается. Это вот такое текучее какое-то состояние. Разумеется, мы не можем сказать, что вот в такую-то дату, в таком-то году современный танец решил быть. И вышел на сцену и к людям. Это процесс, который зарождался, развивался, отпочковывался. Это абсолютный плод искусства XX века. И это символ нонконформизма и свободного самовыражения. Для «Рижан» очень близко имя Михаила Барышникова. И ведь, в принципе, он также относится к авторам современной хореографии. Вот, понимаете, вы совершенно по наитию меняете слово «танец» на слово «хореография». Потому что при нормальном течении событий, каковое было вне российских границ, вне границ Советского Союза, при нормальном течении событий, современный танец и современный балет, современная хореография – это всё разные стороны одного и того же дела. То есть всё то, что двигается, грубо говоря. Поэтому, когда люди, протанцевавшие всю жизнь в академическом балете, обращаются к танцу, или, как вы расширительно трактуете верно, к современной хореографии, очень любопытные бывают интересные произведения. Поскольку рижане любят… Я так думаю, что в последний раз, когда он приезжал в Ригу, и я приезжала в Ригу по этому поводу, поскольку барышников имеет строгую, жёсткую позицию, что он никогда не приедет в Россию показывать своё искусство, соответственно, пришлось подниматься и ехать в Ригу. Он танцевал вместе с Анной Лагуной, с звездой современных хореографий, и звездой музой Макса Эка, и танцевал в Сокуло. Это было замечательно и хорошо. Более того, скажу, что я была не одна в Риге. Наверное, человек 30 из известных мне просто приехали специально по этому поводу в Ригу. Ну, разумеется, люди не случайные, да, театральные критики, поклонники и так далее. Вы упомянули Макса Эка. Его можно считать родоначальником современной хореографии? Или всё-таки он... Я повторюсь, что родоначальников, собственно говоря, нет. Родоначальник – сам процесс. Родоначальник – это время. То есть время, которое вытаскивает на передовые позиции совсем не те важные вещи, которые были прежде, совсем не те важные точки. То есть если академический балет к началу 20 века дошёл до каких-то точек своего конечного развития, соответственно, дальше должна была быть ещё какая-то стедия, ещё какое-то развитие. При этом есть очень много трактовок. Современный танец – это дитя улицы. Это, конечно, тоже не вполне так. Я бы, конечно, считала, что это скорее дитя концепции. То есть дитя такого движенческого отношения к изменениям жизни. Это звучит несколько воздушно и как бы не стоит на ногах такое определение, но оно, мне кажется, очень верным. То есть изменилось время, изменился социум. И реакция тела на изменившийся социум, сколь скоро она профессионализировалась, она вылилась в форму современного танца. Современный танец – это не так, как принято считать всё ещё в русскоязычном пространстве, не до балет. Это неправильно, это грубейшая такая вот, ну, тёмная, достаточно примитивная ошибка. Современный танец – это иной взгляд на мир, иной взгляд на свободу движения, иной взгляд на этику и эстетику движения. То, что вам интересно было спросить о Максе Эке, фигур, сопоставимых с ним, достаточно. Мы можем назвать Мерсеканингем, то есть это величина, которую американский танец современный превратила в хореографию. То есть мы сейчас, опять же, будем пользоваться термином современная хореография несколько расширительно. То есть это не условно говоря современный танец, труппа максимум из 25 человек, которая существует непонятно как, на непонятно какой основе. Мы будем оперировать понятием современная труппа, профессиональная, наверное, да, так удобнее, которая занимается современной хореографией. В этом смысле то, чем занимается Макс Эк, это скорее балетный постмодернизм при всём при том. Ну да, потому что он ставит типичные традиционные постановки. Я имею в виду, берёт «Лебединое озеро» и делает современную хореографию. А вот всё-таки в чём отличие современной хореографии, то есть если, как вы сказали, балетный постмодернизм Максека в «Лебедином озере» и современного танца, например, той же реформы, которая сейчас проходила в Воронеже? Это очень плавающая терминологическая закладка. Это достаточно трудно определить ни по количеству человек, ни по главенствующим маякам. Например, из того, что показывали в городе Воронеже, было произведение построенное, вообще литература центричная. Это такой специфичный русскоязычный феномен, когда современная хореография очень любит обращаться к литературе. Там было произведение, поставленное по Гоголю. Такая мешанина, которую правильнее было бы назвать, разумеется, не современным танцем, а современным балетом. То есть даже не современной хореографией, поскольку там на уровне лексики не было ничего придумано. Именно что современный балет. Современную хореографию я бы трактовала расширительно, как уже говорила, область, которая включает в себя академическую подготовку артистов и неакадемическую подготовку артистов тоже. Видите, у нас мир сегодня стал большим, цифровым и в то же время очень маленьким. И профессиональный танцовщик верно дышит вместе со временем, если он имеет понятие не только о классическом тренаже, который французский и итальянский традиционный, академический тренаж, но имеет понятие о техниках растяжки, стретчинга, о контактной импровизации, о всевозможных многочисленных азиатских школах, тайчи, цигунг. Он должен быть способен в идеале управлять дыханием, уметь распределять энергию по организму, то есть заниматься всем тем, что предполагает современный уровень развития профессионального танцовщика. Как публика реагирует на современный танец? Вот я уже сама запуталась. Как правильно говорить, современная хореография или современный танец? Есть ли такие же поклонники, как у большого балета? Мне кажется, почему-то, да, я могу ошибаться, но мне кажется, что при всех зигзагах развития конкретно в России и зигзагах развития конкретно в мире, хотя тут труднее гораздо обобщать, интерес публики растет неуклонно. Неуклонно, и это приятно и замечательно видеть, самый лучший показатель, не только эмпирический такой, да, полный залы. Самый лучший показатель – это отслеживание афиш театральных фестивалей. Обратите внимание, если вам не будет лениво в один прекрасный вечер сесть и просмотреть там программу Эдинбурга, Авеньона, вы видите, что с каждым годом сугубо драматических постановок становится все меньше, 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 и все большее место занимает танец и расширительно, да, тотальный театр. То есть музыкальные постановки появляются, тоже нестандартные, да, там с участием, скажем, органа, танцовщика, сталиста, музыканта-исполнителя. То есть все больше идет движение к невербальному. Видимо, от того, что мир глобализируется все дальше, все активнее, и такой странный барьер, как языки, он все больше и больше упраздняется. Мы меньше доверяем слову, мы больше доверяем движению и впечатлению. Опять же, если это движение впечатления дает толчок для собственной фантазии, то оно отвечает, опять же, запросам времени, когда личность очень хочет быть разбуженной. И вот это произведение, странное, нестандартное, не отвечающее многим академическим канонам, оно становится таким раздражительным и триггером одновременно. Я не ослышалась, вы сказали, в драматическом театре появляются танцевальные постановки. Регулярно, регулярно, да, с завидной регулярностью, и чем дальше, тем больше. А, и точно так же, то есть танец уже помимо музыкального театра проник также и в драматический театр. И то есть можно подумать, что тогда там задействованы актеры этих театров, или все-таки это приглашенные танцовщики? Это бывает по-разному. Например, вот сейчас очень скоро на «Золотой маске» появится спектакль «Зеркало». Он будет показан в Москве, он отобран для основной программы «Золотой маски». Спектакль «Зеркало» – это опус хамерного драматического театра Воронежа, довольно известного, не только в Воронеже, что называется. То есть это бывает по-разному. Это бывают артисты театра драматические, которые хорошо двигаются, которые специально занимались танцем, бывают танцовщики без академического образования или с ним. То есть это в каждом конкретном случае бывает по-разному. Но если вы обратили внимание, что в драму приходит танец, он с тем же успехом приходит в концертные залы, и с тем же успехом он приходит в музеи. То есть у нас с этого года вот только что прошел фильм, премьера состоялась в фильме «Слепок» в фестивале «Контекст Дианы Вишневой», где помещены танцовщики были в музее, в пространство музея. Достаточно интересная история. Но при этом, например, в Галереи Тейт, в Галереи современного искусства Лондона, это направление уже много-много лет развивается. И развивается очень успешно. И танцовщик как объект в музейном пространстве – это давняя, очень интересная тема, которая, опять же, если хорошенько копаться, она ведет к началу XX века, а то и дальше. Если раньше как раз с музеем было связано только то, что художники писали декорации, костюмы, выдающиеся художники для той же антерпризы Сергея Дягилева, прославившейся в Европе, то теперь артисты прямо идут в музей, чтобы представить свое искусство. Лейла, как вы думаете, почему в танец стала проникать политика? Ну, это вообще замечательная вещь. Понимаете, я очень часто читаю лекции. Просто я это делаю со страшной силой много лет. И одна из самых востребованных лекций, почему балет в России больше, чем балет, и почему балет в России становился официальным искусством на протяжении всей истории Советского Союза. И почему он рассыпается, и почему он имеет тенденцию к дальнейшему рассыпанию. Кроме общемировых, священные монстры довольно неуютно чувствуют себя в справом мире и ищут новые пути в постковидном мире. И тем более. А при этом танец политизируется легче. Как ни странно это звучит. То есть как только он перестает быть академическим в полном смысле этого слова, он моментально начинает тяготеть к левому движению, к протестному. То, что по-русски так и не договорились называть это словом «тверк» или «тверк», не договорились. Но тем не менее, такого рода акции, как акции протеста, они имеют место быть. Конечно, мы можем со своей академической колокольни говорить о том, сколько в них профессий и сколько в них самовыражений. Это такая плавающая величина. Но при этом посол, основа, база этого движения – это политическое высказывание. Бывали вещи, вообще-то, даже в рамках академического театра, в рамках, скажем, современной хореографии, довольно смешные. То есть Морис Бежар, например, на сцену выводил несколько ипостасей Ленина. И Ленин у него, значит, танцевал. Ленин добрый, Ленин злой, Ленин такой, Ленин себе. Это было достаточно забавно по тем картинкам, которые сохранились. Да, разумеется, не было речи о том, чтобы он как-то привозил на гастроли. Ну и опять же, да, мы тогда не жили. Просто-напросто мы по времени не успели. Был спектакль Ролана Петти, поставленный по стихотворению традиционного Маяковского. Это тоже было как бы политическое высказывание. Но для того, чтобы не покарикатуриться, наверное, все-таки следовало бы выходить с каких-то официозных подмостков и выходить из театров монстров куда-то ближе к социуму. То есть не отгораживаться от социума раббой, а идти в люди. Вероятно, правильный генезис вот этого направления – это та самая Джатсу Керч. Американские протестующие люди Америки в середине XX века. И позже, в 1968 год в Европе, когда Европа молодая, зашла на баррикады, когда начались студенческие волнения в Сарбоне и когда французская новая волна танца зарождалась, собственно, и обретала силы. Ну и определила, соответственно, направление развития хореографии, например, во Франции на долгие-долгие годы, десятилетия. Есть ли опасность, что в современной танец выживет вот этот апофеозный большой балет? Я думаю, нет. Я думаю, мы сейчас, конечно, сами все стоим с такими разведенными руками, не очень понимая, куда в конечном счете это все. Совершенно точно, что одна из наиболее уязвимых областей это область академического искусства. Вот при нынешнем, да, годичной давности уже после ковидного изменения. Совершенно очевидно, что катастрофа постигла Большие театры-монстры. Каким образом все это будет развиваться и двигаться дальше? Трудно прогнозировать. Одно совершенно понятно. Прежние формы очень уязвимы. Бесконечно уязвимы. Вот это вот странная вещь. Показы при пустых залах, которая, кстати, еще не отыграна до конца, и у нее еще есть какой-то потенциал развития. То есть на сцене идет спектакль, а в зале пусто. При этом выживет ли, понимаете, если классический балет, поддержанный государством, имеет тенденцию раздавливать все остальное, то современный танец, даже будучи поддерживаемым государством, имеет в базе свои совершенно другую интенсию. Великая либеральная идея, пусть будет много цветов, хороших и разных. Пусть на всяких грядках растут разные цветы. Пусть все колотится. В этом смысле имеет значение, есть ли поддержка. Потому что для того, чтобы люди не превратились в механизмы, им нужно искусство, а танцы для того, чтобы он хоть как-то функционировал и показывался, выходил в люди, чтобы он имел зрителя, ему тоже нужна поддержка. Соответственно, дальше встают вопросы довольно скучные, вопросы меценатской поддержки искусства, по спонсорской поддержке, ну и так далее, и так далее. Например, замечательная, нынешняя замечательная российская танцовщица современного танца, Софья Гридукова, да, со своим партнером Константином Мутылевским, ищут спонсоров при замечательной идее, да, вполне себе рекламная идея, они ищут спонсоров для того, чтобы представить эту установку. Ну и так далее, и тому подобное. Примером есть числа. Если это на уровне больших решений сделано, не на уровне частной договоренности, что всегда будет отдавать устарщины и частными историями, а на уровне больших решений, то, конечно, это будет все цвести и колосить. Вы просили вначале наиболее интересные пункты, наиболее интересные примеры, связки, «Свежайшая совершенно вещь», и она будет в июне повторяться в Москве, в театре Станиславского и Немировича Данченко, «Крайне удачный вечер современной хореографии», где для начала, для поклона, поклонникам балета есть балончин, кончерто-бородку. Вы, как исполнитель, да, 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 очень живо реагируете, да, 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 кончерто-бородка, балончина, в качестве второго спектакля «Шарон Эйяль», одна из лучших на сегодняшний день хореограф, хореограф из Израиля. В Израиле очень стильный современный танец, именно поддерживаемый государством, поддерживаемый на очень широком уровне, на государственном уровне поддерживаемый и очень качественный в результате. Не тянутый за уши, а качественный. Так вот, второй спектакль «Шарон Эйяль» и третий спектакль «Каш». Это произведение Акрама Хана. Оно сокращено для Москвы, там увеличено количество участников, то есть это такая редакция для Москвы специально, сделанная еще до ковида, но вышедшая только сейчас. Так вот, вечер из этих тех произведений это то лучшее, что пока что случилось за сезон в Москве и без натяжек в построссийском пространстве в целом за сезон. Можно определить какую-то страну лидера по современной хореографии, по современному танцу? Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. При том, что Нидерланды стабильно и очень уверенно, постоянно присутствуют на этой поляне в качестве ориентира маяка, все-таки есть вещи, которые, ну, вот это круглое, а вот это красное. Это настолько разнообразное искусство, что оно имеет специфику даже в рамках одной страны. То есть, если мы когда-то могли говорить о национальном балете, что уже тоже растворилось, то о национальном современном танце говорить вообще смешно. Есть какие-то типические черты, да? Здесь все-таки немножко больше интеллектуализма. Но это только на глаз специалиста. Для широкой публики такого нет. Опять же, второй пласт этой истории, что нет мононациональных трупов вообще сегодня. Вы знаете, по музыкальному миру знаете хорошо. Количество уроженцев Кореи в каждом среднестатистическом европейском оркестре, да, или уроженцев Китая, или уроженцев Кореи, да, или уроженцев Японии. Это тоже уже как бы явление. И с артистами танца происходит то же самое. Многонациональный мир, мир пёстрый, мир глобальный. Когда вы называли самые яркие премьеры, это всё-таки были в ведущих московских театрах, да, мне доводилось тоже работать экспертом золотой маски. Я замечала, что как раз современный танец чаще всего это небольшие залы, какие-то цехи, то есть, ну, как иногда можно сказать, на задворках. Изменилось ли за 10 лет это положение современного танца? Вышли ли они, то есть, не только самые яркие спектакли на большие сцены, но и другие? То есть, удалось ли выйти из таких небольших помещений? Или, в принципе, в этом нет ничего плохого? В этом ничего плохого нет, но ваш вопрос, я так понимаю, про институции. Превратился ли танец в институцию, именно современный танец, да, не тот, который добрался в своём развитии до больших сцен, а именно современный танец в таком спорадическом своём состоянии, да, в натуральном, а натуреально, да-да-да, по-разному очень, по-разному очень, например, старейшая российская труппа провинциальной танцы из Екатеринбурга, она обрела статус муниципального театра. Более того, вот-вот, по-моему, в сентябре, да, если ничего не изменилось, у них будет своё помещение в смысле театр. То есть, не просто несколько классов для репетиции, но ещё и сцены и зал. То есть, это вообще как бы введён мечтаний и счастья. Похожая ситуация у театра современного танца Ольги Поны в Челябинске. То есть, они тоже там худо-бедно как-то прислонились к городскому бюджету. То есть, некоторая институциональность, да, нарастает, но я не думаю, что это повсеместное явление для России и в смысле экономического состояния, потому что сейчас как бы не до танцев, и в смысле всё ещё не одалённого мышления такого инерционного. Хотя, конечно, безусловно, по сравнению с тем, что было 21 год назад, вы говорите 10 лет, а я говорю, что только в 2000 году при моём непосредственном участии, например, на «Золотой маске» национально-театральной пении, в 2000 году было разделено балет и современный танец. И сделано это было не потому, что это для беленьких, это для чёрненьких, а потому, что стабильно современный танец выполнял роль мальчиков для битья. То есть, когда соревновались, условно говоря, спектакль Большого театра, это так, большая артиллерия, да, тяжёлая артиллерия, и, как вы правильно сказали, труппа небольшая из-под вальчиков, в которой там пять человек, два святителя, и все друг с другом дружатся. Это был такой неправомерный стой. Хотя вот сейчас совершенно понятно, что, наверное, уже эта форма изжита, потому что по какой категории вот уже упомянутый антидаунс и РК, аж, как их оценивать, да, это современная хореография в расширительном смысле. Не академический балет и не современный танец, а именно современная хореография. Лейла, сейчас всё можно посмотреть в интернете. Какую бы постановку вы посоветовали посмотреть нашим слушателям радио-болтком, чтобы познакомиться, что же такое современный танец? Я бы всё-таки послала на сайт нидерландского танц-театра. Но это такие, что называются, вкусовые вещи, да. Если вы доверяете критику с очень большим стажем, то идите в нидерландский театр танца, хотя, конечно, там довольно часто там истории такие пограничные бывают, но мне кажется, что это всё-таки самое живое и одновременно профессиональное. Знаете, есть такая вот странная вещь, как я наблюдаю, в современном танце, как в современном искусстве вообще. Очень часто разделяется либо мысль живая, либо мысль профессиональная. И мне кажется, когда эти ножницы слишком широкие, получается довольно тяжело. А вот нидерландский танц-театр, они как-то умеют сочетать одно с другим, чтобы мысль была живой и чтобы она была профессионально выражена. Какую музыку чаще всего используют в современном театре? Ну, так называемую дизайнерскую, да? То есть это, наверное, общее место, да? Если для балета общее место, Пётр Ильич Яковский, да? Здравствуй, Пётр Ильич Яковский. Вот для современного танца Филипп Гласса, Майкл Найман, это тоже общее место. То есть если ты не знаешь, что с этим делать, ты берёшь кусочек от Филиппа Гласса и как бы ставишь на него. Как-то так. Хотя вот сегодняшний день говорят, что уже понятие музыка давно устарело, да? Саундтрек уже тоже понятие устарело. Ну и теперь говорят, что нойз. Нойз сделан для спектакля таким-то и таким-то, да. Оказывают ли музыку современным композиторам для современного танца? Крайне редко, но если эта связка в профессиональном театре существует, то она существует на годы. На годы. Вот тут как бы очень, опять же, да, вкусовщина. Один из любимых моих авторов это Уильям Форсайд. и как бы он постоянно заказывает музыку одни и те же, да? И эти одни и те же, они уже понимают друг друга за годы работы общие, это понимание друг друга с полузгляда, да, с полунамеку. Ну, это, собственно, та же работа, что с сценографом, та же работа, что с мастером по свету. Либо ты делаешь сам, либо у тебя единомышленники, которые тебя понимают и дополняют. Дорогие друзья, наша передача, к сожалению, заканчивается. Сегодня был необычный эфир. Я с вами не в Риге, но общаюсь мысленно с вами. А в гостях у нас была журналист, редактор газеты, российская газета. Это одна, это федеральная, одна из ведущих. Нет, не редактор, да, вы там, я всё напутала, как всегда. Лейла Гучмазова, специалист по современному танцу, по современной хореографии. И как раз мы общались, разговаривали о современном танце. Лейла, благодарю вас за интересную беседу. Надеюсь, до новых встреч. И, дорогие друзья, теперь уже можно не только слушать классическую музыку, теперь можно ещё и смотреть танцы. Я попрошу потом Лейлу прислать какие-то ссылки и в комментариях к нашему эфиру опубликую записи, чтобы не приходилось далеко. А свежие лицензии я вешаю в Facebook. В Facebook у меня все свежие лицензии висят. Если вам ещё нужны регалии, то я семь раз жрю маску. Очень хорошо. Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. До свидания.